Канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, главы правительств Японии Фумио Кисида и Канады Джастин Трюдо, президент Еврокомиссии Урсула Фандерляен и госсекретарь США Энтони Блинкен. Это всего несколько известных имен из списка лидеров стран, которые примут участие в обсуждении украинской формулы мира в швейцарском Бюргенштоке. США будут мощно представлены на глобальном саммите мира, заявил Энтони Блинкен. Приедет ли в Швейцарию президент Джо Байден, пока неизвестно. Я знаю, что вопрос все еще рассматривается. У меня такое впечатление, что Белый дом не склоняется к его участию в саммите. Но они не исключили этого. Поэтому я подозреваю, что Байден примет решение за неделю или за несколько дней до саммита. Джон Хербст, старший аналитик Атлантического совета, в интервью изданию «Голос Америки». Индия и Китай до сих пор не подтвердили и не опровергли участие в саммите. Как и лидеры стран Персидского залива, Бразилии и Южноафриканской республики, Россию на глобальный саммит мира не пригласили. До сих пор обещания принять участие в саммите исходили в основном от западных стран. Соответственно, встреча может оказаться западным мероприятием. Своего рода конференции в поддержку Украины. Швейцария пригласила более 160 делегаций со всего мира. Из материала телерадиокомпания SwissInfo. Вопреки заявлениям Пекина о желании способствовать восстановлению мира, в Вашингтоне не видят готовности Китая к переговорному процессу. В Госдепартаменте заявили, у США есть доказательства того, что Китай способствует развитию российского ВПК и получает от этого немалые доходы. А значит, в скорейшем завершении войны России против Украины не заинтересован. Китайская народная республика не может сидеть на двух стульях. Вы не можете желать дальнейших, хороших, более крупных, углубленных отношений с Европой и другими странами, и в то же время продолжать подпитывать наибольшую угрозу европейской безопасности за долгое время. Поддержка оборонно-промышленной базы России Китайской народной республикой угрожает не только безопасности Украины, но и европейской безопасности. И Пекин не может достичь лучших отношений с Европой, продолжая поддерживать нечто подобное. Параллельно с подготовкой к саммиту мира в Швейцарии, Киев продолжает работу над заключением договоров по безопасности с союзниками. Подобные документы уже подписаны с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. В разработке договор по безопасности между Украиной и США. Этот документ, который был подписан не от имени Госдепартамента или администрации Байдена, а это документ, который будет подписан от имени Соединенных Штатов Америки. И он будет охватывать широкий спектр вопросов сотрудничества в области безопасности. США возьмут на себя определенные обязательства по этому документу. Все мы знаем, что в дипломатии есть очень фундаментальное правило. На латыни оно звучит как «пакта сум церванда», то есть договоры должны соблюдаться. Соглашение с США гарантирует Украине поставки вооружений систем ПВО и приблизит её к членству в НАТО, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Детали соглашения пока не обнародовали. Лариса Зубенко для телеканала Freedom.